Вы слушаете канал Жаш.Клаб. Человек, который знал все. Глава 23. Результаты эксперимента. Тьма. Это было первое, что увидел Андреас после того, как нажал на иконку программы Донум. Он не мог понять, где находится и что происходит. Все вокруг будто смешалось в один информационный поток. Андреас открыл глаза. Перед ним – та же комната, то же оборудование, что окружало его и прежде. Но все ощущалось как-то по-новому. Странно. Андреас поднялся. Он не мог вспомнить, почему валялся на полу и как вырубился. Провода еще были подключены к голове. Парень попытался коснуться волос. Движение принесло огромный поток мыслей, чтобы испечь чизкейк, нужно приготовить основу. Для начала надо поставить духовку разогреваться на 170 градусов. Андреас невольно подпрыгнул. Откуда он это знает, если ни разу в жизни не готовил ничего проще яичницы, да и та постоянно подгорала. Добавьте 170 грамм сливочного масла комнатной температуры и две столовые ложки сахара и еще раз взбейте, твердил навязчивый голос в голове. На этот раз реакция Андреаса была не такой бурной. Он открепил несколько датчиков и во весь голос рассмеялся. Смех становился все громче, походя на истерический. Теперь Андреас вспомнил, что хотел закачать знания о кулинарии и проверить, как это будет действовать на мозг. Да. У меня получилось, отойдя от смеха начал восклицать Андреас, подпрыгивая и задевая руками окружающее его оборудование. Компьютерная мышь упала со стола. Андреас не обратил на это ни малейшего внимания. Ну-ка, смогу ли я применить полученные знания на практике? Весело спросил себя он и помчался на кухню. Андреас разогрел духовку, быстро приготовил основу и принялся за начинку. Руки тряслись от возбуждения. Он несколько раз ронял яблоки и масло. Но почему-то Андреас знал, что это должно произойти. Будто чувствовал нутром. И еще он понял, что чизкейк получится превосходный, нужно будет отвезти его Сони в больницу, пробормотал он, а сам подумал, что пора приступить к крему. Казалось, не было беспокойства, преследовавшего его совсем недавно. Сейчас жизнь казалась очень легкой. Однако все равно какая-то мысль на краю сознания беспокоила Андреаса. Но ее вытесняли рецепты пирогов, звездочка-звездочка-звездочка-элис прижималась к родному плечу отца. На них смотрели люди, явно работающие на правительство. Она не знала, куда везет их джип. Девушка хотела лишь скорее оказаться в безопасном месте, куда они нас везут. Робко спросила она, глядя на отца. Мужчина улыбнул. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.